А? У китайцев? Нет, это АТАК А так у них нет А что, когда это бутылки сегодня здесь? Ну, не всегда, но бывает А то бери сетон Ага Не, не так, а там есть Ну, надо подумать Ага Надо больше, потом надо Ну, да, может быть, даже У вас службы, да? Да, мы сейчас послушаем Сейчас, сейчас Часочек Ну, это похоже Сможете? Сейчас надо лежать, может? Да, надо съездить Я думал, вы это Ааа Лучше мне мешать тогда Съездить Хорошо И потом обратно сюда, да? Да Ну, я приеду А, все, общались Ну, сейчас я Саша приду Не, а я думал, мы вам сами Ну, я приеду, я приеду пообщать Ага Тебе там? Восьмого, да Да, да Восьмого Сейчас поговорим Восьмого Сперва, когда и Филингу подъедет Да, он говорит Ага В Калинингов, получается, общились час Да, да, да Он у меня работал И за реговольство Тоже не было вас уже Угу В Калинингов А, Калинингов Это баптизм, да? Это баптизм Да, да А, второй пастор Второй, это Драгопос Это от пелигейского Диаком Силы А жена А, ну, у меня Прекоравайте, и я Слава Богу Ну, что Братья Сестра Давайте помолимся Помолимся И сегодня День Такой особенный день Ну, и для меня был особенный очень день Спасибо за экскурсию такую Спасибо, Игорь, что вы Поездили по городу И в этом были Знаменском Прекрасном соборе Таком Я был очень тронут Вообще благоставлен, конечно Этот огромный собор Красавица Акустика Потрясающая, конечно Здесь у нас Довольно скромно Это не собор, конечно И нет такого акустики Но Бог все усмотрит Вот И самое главное Даже не то, что Собор Камень или золото Или что-то еще Самое главное Чтобы наши сердца Были открыты Бог Видит наше сердце Да И Бог благоставляет нас Это самое важное Что Он среди нас Даже если мы В такой скинии Такой переносной Такой передвижной Передвижном храме Помолимся Попросим Божьего благословения И я просил наших там Братьев всех сестер Молиться Тоже, надеюсь Они тоже Вот сегодня тоже присоединяются К этим молитвам Вот За Владимира За всех Здесь присутствующих Собирающихся здесь Вот И от наших всех там Священников Значит От наших всех служителей Значит И надеюсь Что это видео тоже будут смотреть они И будут тоже вместе Еще раз Благодарить Богу Молиться за все Сегодня День Святого Духа Второй день праздника Троицы Значит И Дух Святой Это личность Которая сейчас В нас И среди нас Это Очень драгоценное И как Когда Иисус пришел В этот мир То Написано Исполнилось Исполнилось Что Зовут его Эммануил Эммануил Эммануэль Значит И в переводе написано С нами Бог А в буквальном звучании Эмману С еврейского Значит В нас То есть буквально В нас Бог Эммануэль В нас Бог Когда на еврейском говорим мы С нами То это слово похожее Но другое слово Этан называется Этан Поэтому когда мы говорим С нами Бог Мы говорим Этануэль На еврейском А когда говорим В нас Бог Это очень сложно Представить себе До Христа Это невозможно было себе представить А вот только лишь пророчествовали Пророки А с пришествием Иисуса Христа Как Спасителя Это стало реальностью Эммануэль Он в нас Бог Спасибо тебе Господь Благословен Бог наш Всегда Ныне И в веки веков Аминь Слава тебе Господь наш Боже Благослови нас Господь Благослови нас Собравшихся Благослови братьям Кто сейчас В дороге С рабочих мест Господь Приезжай сюда Господь Боже Во имя Иисуса Христа Храни их в пути Господь Благослови Господь Кто хотел бы сейчас Быйтesse с нами В этой молитве в этом месте сейчас В этом храме Божьем, но не смог быть. Благослови их также сейчас. И всех наших братьев и сестер, Господь, кто с сегодняшним днем, днем Духа Святого, второй день Троицы, молится Господь Божьего за Великий Новгород, Господь Божий, за это собрание. Благослови их, Господь, где бы они ни молились, Боже, во имя Иисуса Христа. И те, кто, Господь Божий, участвует, будут с нами в этом собрании, в этом служении, через эту видеозапись, будут молиться тоже за Великий Новгород. Их тоже благословляй, Господь. Боже, благослови, Господь, всех православных христиан, Боже, всех христиан разной конфессии, Боже, всех любящих Твое Святое Имя, Господь, Боже, верующих Тебя, Господь, чтущих Слово Твое, Господь, Боже, благослови нас миром, благослови, Господь нас, Боже. И пусть это древнее пророчество, Боже, будет не просто пророчеством, а нашей жизнью, Эммануэль, Бог в нас. Спасибо Тебе, Господь, спасибо за Духа Святого, спасибо за благодать эту, за истину, спасибо, Боже, за время великое, Боже, благослови нас во имя Иисуса Христа, Отец наш, благослови нас. И без Тебя мы не сможем сделать ничего. И я прошу Тебя, Господь, о Твоем благословении, Боже, и на этот храм, Господь, Боже, как скиния некогда, Господь, и в пустыне была передвижная, из-за вес, из такого собрания, такого передвижного, Боже, благослови, Господь, во имя Иисуса Христа, этот храм. Благослови, потому что этот храм, это мы, Господь, этот храм, Господь Святой, это мы, живые люди, Боже, благодарю Тебя за это, во имя Иисуса Христа, Боже, благослови, Господь Боже, и здесь, Господь Боже, в Новгороде, с этого начала, Господь Боже, благослови Церковь Свою, Боже, возрождение, Господь, благослови реформацию Церкви Твоей, Господь, во имя Иисуса Христа, благослови возрождение евангельских и еврейских истин, Господь, в Церкви Твоей, Боже, среди народа Твоего. Благослови, Господь. Я благодарю Тебя за все, что Ты сделал, Господь, в этом великом городе, Господь, и за то, что Ты делаешь, и за то, что Ты будешь делать, Господь, в эти годы, в эти дни, Господь, с нами, в нас, Господь, и через нас. Благодарю Тебя, Господь. Аминь. Давайте скажем, куда всем он веры. Скажем так. Я верую. В земле есть. Верую. Верую. Во единого Бога Отца. Во единого Бога Отца. Всемогущего, Творца неба и земли, Всего видимого и невидимого, и в единого Господа, Иисуса Христа, Сына Божьего, Единородного, от Отца Рожденного, прежде всякого времени. Как свет происходит от света, Бога истинного от Бога истинного, Рожденного, а не Сотворенного, Единосущного Отцу, через Которого все сотворено. Нас ради людей и нашего ради спасения, сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Девы Марии, и ставшего человеком, распятого за нас, при Бонтии Пилате, и страдавшего, и погребенного, и воскресшего в третий день, как было предсказано в Писаниях, и вознесшегося на небеса, и сидящего на почетном месте у Отца Своего, и вновь грядущего во славе Своей, чтобы судить живых и мертвых. И Его Царству нет и не будет конца, и в Духа Святого, Господа Истинного, животворящего, от Отца пришедшего, с Отцом и Сыном, мы Ему равно поклоняемся, и прославляем Его, и Он говорил нам через пророков, поединую, святую, соборную и апостольскую церковь, и споведу единокрещения, в оставлении грехов, ожидая воскресения мертвых, и жизни будущего века. Аминь. Отец наш, Бог и Царь, прими хвалу сегодня, прими молитву нашу, Господь, благодать Твою это пребудет с нами, Господь, верующими, во имя Иисуса Христа, благослови нас, Господь. Благослови нашу молитву, благослови наше собрание, это Господь Божие, служение Божие. И сегодня благослови, и во все дни, Господь Божий. Когда будет собираться здесь народ Твою, Господь, благословляй, во имя Иисуса Христа. Благослови великий Новгород, Господь, Боже, пусть этот великий город, он переживет, Господь, в наши дни, в наше время, Твое великое посещение, Господь, Твое великое пробуждение духовное, Господь, во имя Иисуса Христа. Пусть множество людей здесь, Господь, обратится к Тебе, Богу Живому, Богу Истинному, и имя Иисуса Христа будут воспалять, Господь, воспевать, Боже. Аминь. Аминь. Слава Богу. И я не знаю, песни какие вы поете, не поете, но вот... Мы поем сейчас, если споем, что-то знакомое. А вот за голову и за кровь, знаете? Ну я знаю, а не вред. У меня есть песенки, я могу сказать. Вообще слова такие очень простые. Да, если сложно, можно присесть, ничего страшного. Вот... Тут просто люди, ты еще не из евангелистов. Вообще есть очень хорошие песни, да, которые можно так вот на самом деле воспалять Бога, воспевать. Ну, поем «Отче наш», допустим, молитву «Отче наш». Это молитва Господня, это как бы... Мы и декларируем как вот символ веры, которую сейчас мы, да, исповедали мы вместе. Это исповедание веры. Очень такое емкое. Ну, в этом основа нашей веры, как бы вся выражена. Наши христианские веры. Вот. Вера у Отца, Сына и Святого Духа. И... Сейчас все вы поете, да? Да, вот хотя бы, чтобы братья тоже, значит, там могли... Завелковку закрыл, да? Мне надо же не было митим? Нет, я не ориентируюсь к сожалению. Это печень, наверное, не слиния. Угу. Сейчас мы идем в разные формы, тут поразуем. Ну, давайте, раз решили это, давайте споем и прославим просто, да? Ну, можем просто читать псалом Давидова. Да, псалом Давидова. Я сейчас могу раздать, и будем так, да, вот так. Наверное, это будет лишь. Допустим, с 50-х псалом можно испить. Да, абсолютно. Можем прочитать, да. О, слава Богу. Нет, здесь в этом сборке, к сожалению, нет. Давайте, сейчас, псалом. Да. А слова очень такие простые. За голдову, за кровь мы тебя благодарим. За воспринесение твое, за победу твою. И потом, при первых, там, благодарим тебя, за воспринесение твое. А из нового совета, может быть, да, вот, если... Есть псалмы, есть псалмы. Да, да, вот, да, вот, да, вот, да, псалты, да. Из псалмов можем прочитать, конечно. Вместе, да. Да, да. Вот давайте, в 50-й псалум, в псалты ревеха, как раз откроем. Вот, вместе можем его тоже. Дима, новостой псалом тоже можно почитать. Ну, похоже, сейчас начальник, 50-й псалом. Да, в этом издании 315-й страницы. Всех от 315-й страницы? 315-й, да? Да. Начальник ухора написано, псалом Давида. И... Наш педа. 315-й. Все вместе? Да, все вместе. Так же, вот, мы можем, ну, как бы, уже, тему ли, у всех есть. С 3-го стиха. С 2-го. А, с 3-го, да, с 3-го, здесь, да. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей. И поможешь, по великой милости Твоей изгладь беззаконие Мое. Многократно омой меня беззаконие Мое, и от греха Моего очисти меня. Ибо беззаконие Мое я сознаю, и грех Мой всегда предо мной. Тебе, Тебе, Тебе единому совершил я, и лукавое предачами Твоих сделал я. Так что Ты праведен в приговоре Твоем, и чист в суде Твоем. Вот я беззаконие зачат, и во грехе родила меня Матя Моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Окори меня иссопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости Тобою сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих, и изглазь все беззаконие Мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди меня. На учу беззаконных путям Твоим, и нечистилю их Тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою. Ибо жертвы Ты не желаешь, я отдал бы ее, к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу, Дух сокрушенный, сердца сокрушенного и смиренного Ты не презвишь, Боже. А благодетельствуй по благоволению Твоему сион, воздвигни стены Иерусалима. Тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношения и всесожжения. Тогда возложат на лотарь Твоих телецов. Аминь. Вот, Псалом Давида. Можем еще 90 Псалом даже вместе прочитать. 90 Псалом о Божьем, таком святом покрове. Спаситель. Да. Псалом считаете, вот кто во время войны говорили. 336. 336. 90 Псалом, да. Живущий. Давайте все вместе тоже так же прочитать. 436. Живущий под отровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я убываю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Переями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и оброждение истины его, не убоишься ужасов в ночи, стрелы летящей днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Попаду Богу для тебя тысяча, и десять тысяч объясную тебя, но к тебе не приблизиться. Только смотреть будешь очами твоими, и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизиться к жилищу твоему. Ибо ангелам своим заповедать о тебе, охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень на бою твоею. На аспиды и Василийска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне и услышу его, с ним я в скорби, избавлю его и прославлю его. Благодарю и дни насыщу его, и явлю ему спасение мое. Аминь. Аминь. Слава Богу. Господь, Господь, благословит нас, верующих, и пусть, вот как там и сказано, Господь, упование мое, пусть каждый из нас, на самом деле, уповает на Бога Живого. И пусть Бог благословит каждого из нас. Слава Иисусу Христу, слава нашему Господу. Благоставляю всех вас. Сегодня у нас будет такое, сейчас мы в проложении помолимся. Какие-то тексты из литургии, из все, что можно, какие-то гимны из этих сборников можно использовать тоже. И, кстати, один реформатор, даже отец реформации, можно так выразиться, западный, Мартин Лютер, он говорил такие слова однажды очень интересные. Для дьявола нет ничего страшнее, чем поющий христианин. Вот когда верующий воспевает Богу, даже если там, скажешь, слуха особо нет, голоса, старайся, пой Богу. А Господь, Он видит твое сердце, Он благоставляет, Он принимает бения. Вот в деяниях апостолов написано, что апостолов Павла, Силу, их избили за веру, за проповедь Слова Божьего, их избили, их заковали в колодки, бросили в тюрьму, в тюрьму. И они не унывали, слава Богу, они воспевали Бога, они воспаляли Бога. И Бог сделал так, чтобы земля потряслась. И у них у всех узы ослабили, и не только у них, у этих людей, но и тех, кто слушал их. У них тоже узы ослабили, и двери распахнулись в темнице. То есть Господь дал такой знак, что если мы воспаляем Бога, то узы какие-то наши, они ослабляют, и двери, и какие-то темницы будут открываться. И даже не только для нас это будет благословением, но и для тех, кто будет слушать нас. Потому что вот эти люди, которые слушали этих и Павлу, и Силу в темнице, им тоже Бог был милостив к нему, у них тоже узы ослабели, для них тоже темница открылась. Вот так, слава Богу. Поэтому мы будем воспевать Бога, восхвалять Господа. Можно включать какие-то гимны, псалмы, даже записи, допустим, вот еще даже, например, на работу, с работой, я тоже этому стараюсь, так вот, наушники надеваешь и слушаешь эти песни. Сам подпеваешь, допустим. И это хорошо, потому что это как в Библии молитва и хвала сравниваются с фимиамом, с благоуханием, знаете, вот ароматом таким. Вот, а грех и проклятие безогония сравниваются с разложением, с гонью, вот значит, с мерзостью такой, значит, да, с мрадом таким. И вот, значит, и представьте, значит, когда, значит, человек, он, ну, он совершает нечестивый, да, когда он, значит, там, у него там на умеет всякие, ну, грех, глупости, всякие гадости, значит, да, и в его устах тоже такие слова. Ну, это как бы, на небеса, как будто бы, это, знаете, вот как бы, как зловоние такое. Бог может только отвернуться тогда от человека. Но если благоухание, да, если вот, не запахом мы можем привлечь Господа кодилу, допустим, да, или пабочек ароматных, или чего-то еще, масел. А чем? Запахом молитв наших, да, запахом нашего сердца, нашего благоухания, вот это вот, благоисповедание нашего. Слава Иисусу. У меня ламп есть, может, зажмите. Может, да, да, да. Да, и прекрасно, что вот так вот, вы уже и престол сделали, слава Богу, все, так вот, понемногу оборудовываете. Да, это уже в этом воскресенье, это уже девятое служение, да, получается? Да, у нас вот так вот. Девятое, вот так вот. Слава Богу. Да, и... И вот, сегодня тоже мы помолимся. Не дайду, наверное, сейчас. Помолимся за Владимира, нашего брата, несшего здесь вот эти, получается, девять собраний, да, ну, исполняющего обязанности, вот такие дьяконские. Вот, и помолимся сегодня за него, как за священника, потому что у меня на сердце, как его епископа, благословите его. И чтобы здесь, в Новгороде, это было начало служения и самого отца Владимира, и других братьев. И знаете, мы люди, конечно, несовершенные, мы, знаете, мы все, ну, как сказать, не ангелы, да, но Бог избирает простых людей, обычных людей, вот, и призывает к великому служению. И всех по-разному, разными путями, вот я вот и в тот раз, и в этот раз тоже слушал Владимира Дымову, и по переписке. Вот, жизненный путь, конечно, очень непростой, да, и всякое было в судьбе тоже, и вот, и поиск Бога, и в православии, и в евангельской церквях таких, значит, и падение, и все, значит, и восстание. Но, вот, как вот, он, как борец, да, значит, знает, как вот именно человек, который тренировал там сотни, тысячи, наверное, даже людей разных, вот, разным этим единоборством. Вот, вот, как борцы, они, те, кто на рингах, допустим, да, соседаются, они, значит, понимают, что если он упал, допустим, это еще не беда, не самая страшная беда. Вот самое страшное, если он не встает уже, вот это самое страшное. А если он встал, и он готов дальше сражаться, это, значит, он не проиграл. И вот христиане, многие, к сожалению, вот они так думают, если он раз поднулся, упал, ну, значит, все, значит, не судьба, значит, он будет валяться теперь. Это неправильно. Это не по-христиански. Если христианин, если Христос в нем, это как неваляшка, игрушка такая есть. Ее вроде и так бросишь, и так, и так. Она брык-брык, и она снова становится на свое место. Как ни крути ее. И вот это образ христианина, по-моему. Потому что как бы судьба нас ни крутила, как бы нас ни кидала, ни швыряла, все равно, даже если потрясет так вот хорошо, все равно ты вернешься в нормальное состояние. Потому что если у нас стержень есть, сам Иисус Христос. А если мы просто, ну так, играем в христианство, если просто, ну как бы так, не то что творяемся, но выдаем желаемое за действительное, допустим, да. Тогда, значит, вот знаете, как вот Иисус говорил очень, ну так, рисковато, но это правда. Вымытый свиньяг, идет валяться, валяться опять. То есть, как бы, даже если его приведешь там в собрание, он уже вроде как христианин, вроде освоил, как бы там, вроде бы, как бы, все христианскую, там, как бы, этику, там, эстетику, терминологию, говорит как христианин, поступает вроде как христианин, вроде все нормально. Но как только он увидит лужу, он в нее прыгнет, потому что оно в него сердце. Грязь, да, грязь в его сердце, потому что он вон туда стремится. А другой, знаете, даже если он упадет, спотнется, он, понимаете, это ненормально, значит, и он это смывает, стирает. И еще, знаете, вот, значит, для себя тоже сравниваю. Я городской житель, но несколько лет жил в селе. Вот, значит, там, значит, вот одно из, ну, красивых зрелищ, такие вот в селе. Вот каждый раз в нескольких селах я буду настоятельством храмов, сельских храмов простых. И вот, ну, как село из село, там, дороги никакой, грязь, это, вот, колея там, все разбито, грязище такая, значит, значит, ну, конечно, там. И вот птица идет, много гусей там, допустим, уток, да. И вот эти гуси, белые эти, красавцы гуси, жирные такие, красивые такие, вот они идут, значит, и вот по этой грязи, хоть бы что. Вот он даже, даже где-то, немного там, раз на него попало что-то, он раз, встряхнулся, и все, хоть бы что. Говорят, как с гуся вода, да? Вот все с него стекает. А он чистенький, аккуратненький. Значит, идет, казалось бы, по грязи, он должен был, пока дойдет до дома, весь вымарраться уже. Весь должен быть уже грязный. А грязь не прилипает, если он здоровый гусь. А если больной идет, рядом птица больная идет, она идет по тем же лужам, и такая же грязь не попадает, но она и там уже, и она уже как бы, как ощипанная вся. Вся в грязи, мокрая какая-то. И понятно, что эта птица, наверное, не совсем здоровая-то. Она может жаловаться на грязь. И вот мы так вот верующие тоже порой. Если мы по-настоящему, ну, не по-нарожу, а по-настоящему верующие, то даже если что попадает, мы отрехаемся, это не наше просто, и мы идем дальше. Вот, а другой может весь и там заляпался, и там заляпался, и пенять судьбу, значит, и критиковать, и, значит, и... И вы знаете, пусть в нас Христос, Он будет настоящим, правдочным, сильным. И пусть Он дает нам вот этот стержень всегда. И пусть Он всегда будет нашей силой, будет нашей крепостью, нашей мудростью. И, знаете, Господь призывает очень разных людей в служение, очень разных. И у нас тоже есть некоторые служители с очень, ну, непростым прошлым, очень даже непростым прошлым. И все по-разному, конечно, приходят к Богу. В разных возрастах это происходит. Но, если человек по-настоящему пришел к Богу, то, будь это там в 13 лет, или в 30, или в 60, поскольку он не пришел к Богу, обычно такая мысль возникает у человека сразу. А где я был, или где я была раньше? Вот почему я раньше... Независимо даже от возраста. Просто у человека понимание возникает, что вот это есть нормальная, настоящая его жизнь. А все остальное было ненастоящее, неправдашное. Как бонорожку их работают, как сон. У кого-то нормальный так себе сон, у кого-то страшилки. Но все равно это неправдашное, ненастоящее. А вот сейчас правдашное. И вот и благодарю Бога, и молюсь о том, чтобы в жизни Владимира, знаете, вся воля Божья исполнилась. И весь его опыт, и негативный, и позитивный его опыт, жизненный. И пусть это все будет во славу Божью, во славу Господа Иисуса Христа. Потому что, как Бог поднимает, как Бог очищает, как Бог благоставляет, Он этим самым не только нас самих восстанавливает, Он этим самым и хочет через нас кого-то тоже укрепить, благословить, чтобы мы были разумными служителями. Слава Богу! Есть такая традиция, старинная православная традиция, еще византийская. Значит, когда епископ, значит, руку полагает священника, то, значит, служителя, да, то по-гречески провозглашает аксиос, перед тем, как одевается, допустим, кресло, в данном случае, аксиос, значит, достоин. И в древности народ, ведь сейчас обычно хор только поет, там, аксиос, 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 то есть достоин, достоин, достоин. И пусть Господь, Он благословит нашего брата, пусть Господь благословит своего слугу Владимира, раба своего, сына своего, на великое служение. И сегодня я возлагаю этот крест, именно, кстати, этот крест, он такой даже старинный, у меня тоже старинный крест, даже рассказал, даже небольшую такую историю, покойный уже, значит, Олимпий Гусев, архиепископ, потом митрополитом был он, русской православно-старевляческой церкви, старец уже, глубокий был старец. Я имел честь порядка, там, полутора или почти два месяца, я помогал ему, был возле него, значит, и во всем помогал ему. И я видел разных в жизни епископов, к сожалению, ну, чего грех оттаить, многие из них были неправильной жизнью. Вот, как я понимаю Христа, как я понимаю Библию, Божье Слово, но вот Олимпий, один из немногих служителей в моей жизни, тогдашней жизни еще, в традиционном православии, который, знаете ли, который действительно он молился, действительно он, знаете ли, переживал Бога. И я помню, там, вот мне дали келью, по сути, ну, соседнюю, почти соседнюю, вот, значит, ну, почти напротив, фактически, значит, от кельи этого митрополита. То есть я мог и днем, и ночью, вот, видеть его, значит, и слышать его, то есть, и, вот я выходил в коридор, значит, и даже если ночью вставал, допустим, то я часто слышал, что он молится, и он плачет, и он переживает Бога, да. И для меня это был, ну, такой урок такой, вот, что он, это было не было показное, там, я так только лишь случайно был, как бы, свидетелем вот его этих молитв, и было видно, что он, на самом деле, вот, ищет Бога, переживает его. И вот он тогда, уже когда, последний раз я его видел, вот, мы с ним больше не увиделись, он уже ушел потом в вечность вскоре, вот, этот крест у него благословил как раз, значит, и, значит, знаете, вот это было для меня, а потом, да, потом уже прошло немного времени, и я узнаю, что в Некроге он стал, что там не стал, и Бог уже ушел в вечность. И, вы знаете, для меня это было, ну, как тоже, как честь-то, атаковать, атаковать это получить. Сохотите. Именно как раз, да. Сохотите, пожалуйста. Вот, пожалуйста, да. И, значит, получить именно вот крест. И, хотя, руководал меня не он, конечно, руководал меня епископ, архиепископ именно русского православного, не стали, опять же, скажем, обычной православной церкви традиционной, Симон Рязанский мне руководил, вот, значит, в священнике, в диакону и в священнике он же руководил в 91-м году. Значит, и, и, вы знаете, потом, как, уже епископская была хиротоника, да, значит, я благодарил Бога за вот это само руководение, тоже можете, если тоже станет как раз, да. А вот там фотоаппарат есть, может, и поработать, да. Есть, да? Вообще-то это мало. Я не умею. Историческое такое, просто, событие, это надо запечатлеть обязательно. Да, конечно, потому что, если потом позволите, я тоже расскажу немножко. Да, обязательно, для меня это значимо, очень, я к этому не был готов, если честно, никак. И когда, позволите? Да, прямо сейчас. Ну, знаешь, скажем, время, да. Не, не, а крапочку знаешь, да, как вы нажимаете? Просто я расскажу в курсе, чтобы были вот все присутствующие здесь. Сейчас должны подъехать мои друзья, это служители трех церквей. Это Миша Кругляк, я у него был, работал в церкви с ним в течение двух лет. Это Калийников Сережа, пресвитер баптистской церкви, с которым, я помню, Влад, сын принял у меня крещение. И мы с ним работали с Марком, два голя вел, значит, воскресное слушание. И дороговоз Саша приедет, он директор асфальдного забора, он диакон харизматической церкви, где я был тоже на диаконском служении в течение двух лет. У меня имишек еще остался. И вот, уже находясь в состоянии, скажем, последних лет, я посещал Пятидесяническую церковь, где достаточно правильное вероучение. Я благодарен пастору Артуру этой церкви. Он очень много с меня снял вот того, что мне, то есть, самомнение мое, ну, так сказать, в его собственном выражении, было чрезмерно завышено. То есть, он как бы приземлил меня, я понял. А потом, к сожалению, была сеть или серия определенных падений, которые мне показали, знаете, когда ты думаешь, думаешь, что ты что ты, ну, ты настолько ничего, что думаешь, господи, а я еще как-то о себе и чего-то мне. Но Господь поднимал. Вот из этих сложных ситуаций, вот на глазах у Игоря, у Мальдера, тут те люди, которые видели меня, Господь поднял, я уже смирился, уже никакого служения. Я думаю, раньше давали слово, я в заказе проповедовал. Играми сказали, я говорю, ну, тягарское служение, понял, как хозяйственную часть, и дай Бог, я Мишу Круплюку предложил, Миша, папа, может быть, у тебя уже опыт такой, ну, как он, у меня своя церковь, свое вот это дело, это зачем мне это? И вот сейчас, вот, я сегодня тоже не был готов к этому ответственному дню, просто что-то случилось с этим крестом. Я собираю кресты старые, у меня есть, даже до Мальдольский период один крестик, есть там 13-го, есть 14-го века, я их давно собираю, друзья у меня, эти в антикварных магазинах, а тут мне крест оставили. Я пришел, просто это вот за много-много десятилетий, первый раз, я прихожу, и вдруг я вижу, вижу это самое. Я еще так удивился, думаю, крест-то никак не влезает в альбомчик-то. И он еще и с церкви. Ну и слава Богу. А для себя-то так, вот для себя я видел, дьяконское служение, я понимаю. Я знаю, что нужно помогать служителю, надо содержать церковь, надо придумать всякие движения, чтобы народ отвечать за народ, чтобы он наполнялась церковь. И так было, в общем-то, для меня это понятно. Думаю, слава Богу, вот мне сейчас 60 лет. И за 25 лет хождения, с 88-го года я уеду, в год в крещение Руси. Господь благословляет, и я надеюсь, вот на вашу поддержку. Костя очень много помогает. Просто по-человечески приходит Игорь. Благодаря, в общем-то, Игорю я утвердился. Я говорю, Игорь, ты, в общем-то, человек здравый, жизненный опыт большой. Но если ты находишь, возможно, что я что-то говорю, и, может быть, через меня Господь, давай разбирать Библию, мы с Ним, наверное, полгода уже разбираем. Приходит, в любое время разбираем Слово Божие. И Господь, ряд обстоятельств и сегодняшних случайностей, а я верю, что случайностей не бывает, Господь привел и довел до сего часа. Сегодня я не думал ни о каком рукоположении, тем более на священство, там дьяконское служение, понятно. Потому что для себя-то я точно знаю, что я никак не ставил на такие места. Потому что репутация у меня в городе есть уже сложная. Все знают, что я евангельский христианин. Все знают, что я верующий, но человек способный проявлять, нет-нет, мужские, как говорится, качества. Повально, Господь, что Господь укрепит, я хочу сам помолиться, если позволите. Да, а еще. Но не все знают, и даже среди евангельских верующих, историю вашу именно до, там, как... Ну, в основном покаяния, и поиска, и православия. Вообще, были чудеса. Были чудеса, которые... Еще не было евангелизации. И это был 87-й год. Я жил в Боровичах, достаточно хорошая была у меня репутация такой... Ну, я бы все. Это так, в прошлом. Друзья солидные, серьезные друзья. Самые ведущие такие, будем, криминальные элементы города. Многое рода Боровичей знали. Меня многие с ними занимались. Мне предоставлялась возможность, ну, так, жить свободно. Я мог в ресторан прийти, поесть бесплатно, погулять. И занимался я антикваром. Пока не случилось, вот у меня, скажем честно, падение до степени заполи. Страшно. Там приятные обстоятельства. И я просто... И потом я уже сижу, чувствую, нельзя больше пить. Я прекращаю пить день-два. И по старой своей привычке сижу, перебираю свои старые книги. У меня старые книги, старые иконы были много. Антикварных вещей. Я их так классифицирую, перебираю книгу. Сейчас помню, весь вестник христианского движения, 70-е годы. Рассказывается о гонениях на евангельских христианах. И тогда эта книга запрещенная была. А иконы были очень красивые, старые были. Казанская Богоматеря, там, не как, 18-го века. Потом Господь меня освободил, а все пробовал. И тут у меня получилось такое, как потеря сознания. Я так для себя ощущение-то передаю, что мне вдруг представилась ужасная картина. Огромная толпа, миллиарды людей бегут. И я среди них в таком ужасе корчусь и хочу, хоть бы это прекратилось. Хоть умереть. Я говорю, понимай, не могу. Я умереть просто мне. И тем больше я в ней кружусь. Мне больнее, сложнее, сложнее. Я говорю, это что? Вот я про себя, вот я представлю ощущение. Это что, смерть? Это что, ад? Что делать? Я что, умер? И вот я, вот это как в резонансе, говорят, секунный свет. И это было чистое, а это одно слово. Что делать? Было слово. Кайся. И голос был, вот я перед Богом говорю, вот это был голос. Кайся. Я помню, я лежал, встал, упал на колени. И тут у меня пошли такие вот ассоциации какие-то. Я молюсь и вижу лучи с иконой. Думаю, почему же Богоматерь говорит мужским голосом? Таким любящим и сильным голосом. Я чувствую, вот говорю, поддержку. Я встаю, и у меня вот ощущение снятия каких-то тяжестей с меня. И потом было еще ряд очень серьезных переживаний. Приехал друг, я говорю, пошли в православный храм. Я слышал Бога, я понял, что он есть, он меня вытащил из преисподней. Я не знаю, умер или нет, но был ужас леденящий кровь. В том состоянии, вот в этой миллиардной толпе, где-то вот такие расплывчатые фигуры, они такие телесные, такие белесые. И все страдания как-то идут в бесконечных муках. Я понял, что Господь меня оттуда вытащил. Я говорю, пошли в храм быстрее. А что, 87-го года, ноябрь месяц, Миша вовку. Какой тоже известный боксер и криминальный человек, он освободился. Слушай, говорит, куда ты пойдешь? Время-то 12 часов. 12 часов, куда пойдем-то? Ну пошли, я не знаю, Миша, пошли в храм. Ну пойдем. И мы идем, проскель в пятницу храм у нас внизу находится, в Боровича, кто был. Спускаемся, и вдруг на меня тяжесть. Давид, я падаю. Он говорит, ты что, с ума сошел? Что с тобой? Я говорю, не знаю, у них тяжело. Я ползу перед самым храмом ночью, это ноябрь месяц. Я ползу и проселяю. Я не умею молиться. Я пропоздаю, ну что, храм, замок. Он говорит, ну что пришли. А у них тяжело, я говорю, не знаю. И вдруг вижу свет. Свет, как в сказке. Старушка, там бабушки вот эти, которые убирают храм, сидят. Видимо, у них там светелка или как они, у них 87-го года. Я говорю, Миша, зайдем. И две старушки. А хотел я, у меня, извиняюсь, такие были, ну, как говорят, понты. У меня золото было. Золотые персени. Я любил золото. И у меня его было, так, на мне много, там, часы хорошие шапки. Ну, видно, что так хотелось бы выпядриваться по тем временам. И я этим бабушкам говорю, скажите мне о Христе. Я снимаю персени, снимаю там часы у меня, что-то там еще. Одна бабушка, не бери, если не бери. Они видят, я начал плакать. Я говорю, я не знаю, я слышал Христа, я не умею молиться, не знаю, как. Я воинствующий атеист бывший, там, скажем, боксер и человек, который в свое время преподавал там историю обществления. Я говорю, я ему рассказываю. Я говорю, Миха говорит, слушай, а ты два часа с ними рассказываешь, но он мне потом, я снова напомнил. Я говорю, я прослезился. У меня за жизнью там несколько сроков. Ты, говорит, или артист великий, или с тобой что-то происходило. А я просто говорю, что такое Христос, что такое Христос? Я слышал его. Ну, почему Дева Мария у меня говорила? Бабушка, у меня младенец на руках, ты его видел? Я говорю, да, это и есть маленький Христос. И он, видимо, тебя вот призвал. Я говорю, я хочу научиться молиться, хочу служить Господу. Я говорю, я помню, у меня была тетрадка, я быстро записал, что остаток жизни я отдам тебе, Господь. За то, что ты меня вытащил из этого ужаса. Вот с этими бабушками вот эта беседа шла такая сумбурная, наверное, это двух часов ночи. Я говорю, я-то хотел сначала уйти, Миша-то мне в акуле, не знаю, жив он сейчас. Ну, говорит, слушай, потом самое интересное, ты так складно, говорит, все строишь, я сижу, говорю, ну, я тебя таким не видел. Говорит, и пробиваешь ведь, эти бабки-то разремелись. И вторая говорит, да золото не надо, она говорит, да чистого сердца возьми, вторая говорит, да не надо нам ничему. Он, видишь, в каком состоянии, его, видимо, Господь тронул. И вот с этого момента я вот пришел, потом как бы я внурую, пришел, я начал, как бы мне сказали воцерковлять. Я пришел в церковь, простые, конечно. И уже пришел не просто как вот прихожане. Я познакомился со священником. И вот сегодня, даст Бог, приедет Равин, он тогда был и подиакон. В 87-м году ему было лет 16-17, он моложе меня лет, мне было тогда 30, не большим, да, ему лет 18. И подиаконом он был, он иудей. И он мне подарил большую икону, Христос, у меня дома висит. Она большая икона, и сейчас есть Христос, академическое письмо, так не очень старинное, но очень большое. Это вот его тогда, и он, мальчишка, вот этот мне, начал тоже объяснять. Объясняет, он, да, верующий, с отцом Георгием я познакомился, с священником. И весь вот ушел, весь вот в веру. Вот сынок Легенович был. Да, мне объяснил отец, да, Георгий, что, говорит, надо волненько вот молиться, вот надо тебе утренний молитв, вот вечерний молитв. Вот символ веры выучить надо, вот надо запомнить там, значит, представь, ладычество Моя Богородица, святыми Твоими, все седьмое молитвы, я вот это думаю. И такой сон, я думаю, да и не выучить. Потом как-нибудь выучиваться все. У меня память просто стала вмещать, вмещать мне уже, мне дают псалмы. Мне дают псалмы читать, я во время служения, я открываю, я на Сорословянском исторический факультет был. А им было очень интересно, как этот человек из воинствующего атеизма, человек, который преподавал марксистко-ленинскую практическую философию, дилектический, исторический материализм, атеист, вдруг стал верующим. Бабушки ко мне расположены, я же молодой, 35 лет, ну, было мне. И бабульки мне, сынок, давай к нам домой, мы там собрание сделали, вот эти тайные монашки, они были, и у них духовник был Иоанн Крестьянкин, вот они к себе, вот умерли сейчас Лера и Нина Николаевна. И, значит, у них старые книги, они рассказывают интересные истории из жития святых, там, как и Яков Праведный приплыл против течения на камне, там, в Бородичах, как вот это, вот Святодухов в монастыре. Они очень много легенд знают, заслушались. Тогда не было еще ни видиков, ничего. И моя жизнь, вот, вдруг мне говорят. Вся старая гвардия, все старые друзья, первое, я стал с ними расходиться. А были еще некоторые завязки на старые отношения. Там, вплоть до того, что меня один раз чуть не убили. Какой был балдун, криминальный элемент, мы где-то с ним схрестнулись очень сильно. Я сказал, ну, и еще по старой привычке, извиняюсь, вот, прости, Господи, у меня были оружие. Был у меня автомат, был карабин, и был, ну, как говорят, ствол, вызывание. Не, на всякий случай, мало ли что. Я понял, что... А мне приехали ребята серьезные, говорят, слушай, там на одном серьезной встрече, он сказал, что тебя болит, тебе надо идти из города, уедет, он успокоится. Но пока он в таком состоянии, ты, говорит, или сам его убирай, или ты, это, давай отсюда из города убирайся. Я говорю, да я не буду, я уже верующий. Я говорю, я буду молиться. Я говорю, ну, ты что будешь молиться? Ты же знаешь, он же немножко свернул, он все сроки у него замуж. Пырнет в подъезде, ты вякнуть не успеешь. Я говорю, ну, пырнет, значит, слава Богу. Я Господь познал, мне с Господем говорили. И через три дня приезжает люди ко мне, говорят, слушай. Вот он повесился. И я забрался на чердак, и в петлю, и все. И Господь убрал препятствия. Вот такие вот маленькие обстоятельства стали у меня выстраивать жизнь, упование на то, что Господь меня окружил каким-то, какой-то блокадой защитой. Во-первых, которые были люди сложны, они устранялись. Люди, которые искренне искали Господа. И меня к матери моей приходят люди, говорят, слушайте, ой, кто хулиган, кто пьяница. Проблема началась с отцом. Я с отцом, Библия в 88-м году, мне попало, чудо. Я любил подрабатывать, вот летом мы работали плотниками. И та зарплата, которую я получил, в Лянино мы делали конюшню, 120 рублей, месячная зарплата. Вот ровно столько стоила Библия, 88-й год, год издания клещения Руси. И пришли в город Боровичи, 12 библий, 6 забрал исполком. Они главные мне говорят, осталась там пара библий, но дорогущие, целая зарплата месячная. А я говорю, а у меня деньги как раз, вот мы гонюшню срубили. Я говорю, у меня есть, я покупаю ее. И начиная читать Библию, я начинаю в первую очередь доставать своих родных. Отец говорит, Люсю, берите этого божьего дуанчика, лучше бы там с этими девками-то в пьянку не крутился. Куда он мне с этой Библией, он мне срубить не дает. Я приду, хочет отдохнуть весь, а он мне эту Библию читать. Потом это самое, батюшек я доставать стал. Я отцу Георгию, батюшка, ты говоришь, а вот здесь смотри, вот Исаия, 44-я глава. Видишь, потом мне там какой-то, ты что за Библию читаешь? Я говорю, да ту, которую я у вас купил. Там же, вот я и Иисус хрестился во взрослом возрасте. Ангелам, говорю, нельзя крваниться. Как мы о катерстве служим, Маркар, Гавриилу написано. Пал Ян перед лицом ангела, он ему говорит. Ты не делай, ты кланяйся тварьей вместо Творца. Богу одному поклоняйся, одному служи. А проидолов, что не сотвори себе кумира никакого изображения, что не обеих уж, что на земле внизу не служи им, не поклоняйся. Я говорю, батюшка, я в непонимании. Он знаешь, я вот честно тебе скажу, я тоже. Ну это же моя работа. Я же зарабатываю, тоже у меня клое детей. Оба сейчас священники с иголами. Миша и Пестова, подборовичайник, у вас Ирея, он есть, не думаю, в сборнике. Уже служат лет 20. Но одного, говорят, за что-то, в общем, отстранили от служения. Надю я их, даст Бог. То есть они очень удивятся. Подум я ушел, когда протестантские храмы, они... Володя, ты что делаешь, только прочитал. Я у меня что-то меняю, от руки переписанное, ночами были лиц. Тогда ж не было ксервиса, все это. Я писал, запоминал, начал учить славянский язык и захотел преподавать закон Божий. У меня была старинная книжечка, дореволюционный закон Божий. Давай две было. Одну я подарил Корнилову, кузнецу. Ты знаешь, наверное, такой известный кузнец в городе. Все, что он делает здесь. Я поехал, попросили благословение с художником в монастырь Пскова-Печерка. А до этого я туда ездил. Это в 88-м году? Да, это 88-м год. Значит, поехали в монастырь. Я поехал за благословением, но я не знаю, кто это был я, крестьян. За благословением поехали... Вот художник Горбачев, который умер в этом году, поехал на то, чтобы темперы рисовать. Отец Зино был очень известный, иконописец. Он к нему приехал, мы темперу растирали кратский внизу. А я поехал, говорю, вот я историк, но бокс не хочу преподавать, я хочу попробовать закон Божий. И, значит, приезжаем, нам дали келью. Там жили три. Учитель один физкультуры из Казахстана, священник один и я. Мы трое там жили. Нам дали послушническое одежду. В общем, с утра мы работаем стенку Пскова-Печерского монастыря там делаем. Ну, на обед не уйдем, а вечером молимся. И мне раз поручили читать во время обеда Псалом. Мне так это было так приятно было. Монахи сидят, целая трапезная, их там человек, может быть, 50. Мне дают, можете читать? Я говорю, да, я знаю. И читаю. Читаю, мне это уже, я в таком достоинстве стою. Чего 35 лет парню. И тут старцы такие сидят. Я смотрю, там водички пропили. А там не водички, вино там разбавлено у них. Ешь сколько хочешь. И так это ты меня... Ну, мне это вот захлестнуло. От отцу Кристианкину не пробиться. То есть его просто нет. Он сидит в Кире. Мне сказали. Он иногда выходит. Он наверх очень. И когда выходит, если даст Бог, увидишься. Ну, трудно подойти. А еще Нина Николаевна, вера, это тайные монахи. Типикон, это устав монашеский, который, ну, говорят так, люди живут в миру, там, но живут уже по-монашески. Там цели Баг, раз не вступление в отношения противоположных Павлов, не менее частной собственности и не менее своей Голи. Это вот три ограничения, но у тебя ничего своего нет. Вот почему Нина Николаевна, придем, она последнее выложит. То есть как бы, вот, не стержать или бестереть. Вот такие, ничего не надо, а и Баг, Бог, в их целях. Им там все относили. В общем, такая у нас очень приятная была форма общения. Я бабушек слушаю. Вот этих, эта бабушка очень молитвенная, она такая непростая. Она рассказывает всякие мне там эти мифологические истории про житие святых. Я это все впитываю, нахлобучаюсь вообще во многих. Но интересно. И вот они передают потом духовниках. И Антон Сянкин. Да потом я узнал, что Путин к нему ездил, там еще такие великие люди. А тогда я просто даже не знал. Ну духовник, и духовник монах какой-нибудь. И вдруг этот монах вот выходит. Я там был больше недели, я не помню точно. Он маленький, я помню, борода длинная, он как гномик. Его двое служеб ведут, он уже ходил тяжело. И сразу около него, там видимо даже предупреждали, что он будет гулять. У него толпа там сотник. Кто к нему с благословениями проходит, кто там что-то бросит. И мы-то восстали, то ли с работы мы шли вот с этой монашеской. Я вижу такая безнадега у меня, не полети. А он сейчас уже в келью забудет. Уже в келью забудет, сейчас думаю, уйдет и как я. И неблагословение. Я говорю, Сереба, это хорошо, Горбачок. Он все равно на краски трет, я думаю, учит рисовать, ядышный художник. А мне вот это, и такая у меня вот эта ревность к нему полетит. И вот так вот, скажем, вот как здесь, камера, а между нами там человек 30-40 народов. Я никому не говорил. Вдруг он поднимает глаза, вот так поворачивается. Поклон от боровических сестер Леры, дочь, дочерей духовных принимаю от Леры и Нины. И благословляю на служение. И как бы это сказал, вот и пошел. Я думаю, показалось мне, я думаю, нет, ну видел же. А со мной кто-то был из-за этой. Ну, по-моему, учитель физкультуры. Я говорю, к тебе же, он вроде обратился, ты же что договорил. Я говорю, а вы ему ничего не передавали? Он говорит, как, мы его первый раз видим. И у меня вот это состояние, вот этих мурашек по коже, в тот момент я увидел первый раз прозорился. Человек, который вот так раз и увидел. Что Бог открыл что-то. Бог открыл что-то, видимо. И он благословение мне отдал на закон Божий. А закон-то Божий у отца Георгия два сына. Пьют страшно. И батушка тоже. Мы приезжаем, я говорю, давайте. Но он артист. Он бывший артист филармонии. Великолепный голос у него такой. И мальчишки такие голосистые. Они выпьют и поют. Хорошо поют. Второй отец, Владимир, приходил. У него коса была такая длинная. Они, ну не хочется там плохо говорить, они по пьяни начинают руками бороться. Я плачусь, я говорю, отцы святые. Что-то у вас какие-то эти выпивания-то странные. Оно совершенно неправославное. И пьете там много, ведь самогон хлещет. Там дозы такие, которые алкоголик не вытянет. А они трехглютробу в банку раз на стол. Я говорю, ведь не осилим. Да с Божьей помощью. Батюшка, грех же. Не погрешишь, не покайся. И думаю, и так это все удачненько. А потом вечером это никакой уже, мне тяжело. И там, тем не менее, я припылью. Я начинаю старославянский изучать. Я начинаю литургику изучать. Сам переписываю. Еще есть такая литургия Гоголя. Есть Василия Великова и Анна Златоуса. Есть четыре литургии. И меня это захватывает. И потом, вот этот батюшка, я уж не буду долго говорить. Этот батюшка на праздник жертвы меня вдруг говорит. Отец Георгий, он друг, он хороший мужик, добрый, пьяница, но добрый. Продавал все, и Библию, и кресты за взмогонку сдавал, а потом обратно заберет. Говорит, Божка, за мной машину приезжают, поедем к баптистам. Ех, батюшка, грешники же. Куда мы поедем? Это же еретики. Секратно. Валерушка, миссии, еретики, это верующие люди. Их девятки, вот их просвитер, мой хороший приятель. Мы с ним от Библии, он не пьет, не курит. Он такой, ну, поверь, у нас в храме тебе на свечку денег не дадут, а у них очень добрые, хорошие люди. Я говорю, ну, батюшка, я не знаю, он в Риасе, и за ним машину пристали. Им было престижно, вот это восемьдесят девятый год, уже перестройка, батюшка приезжает, с крестом, в Риасе, все, как положено. И одел у него встал, уже мы друзья. Он берет балол, а те знали, что он тащит двух мальчишек. Ну, они, он ему тяжело, без матушки, умерла, и ему помогал. Девяткин, видимо, там зарплаты не хватало, или как там, он еще и регентом был. И он туда, думаю, я в голову умею. Вот я зашел, я захожу, и так, я паска, думаю, так, я у двери, я боксера, если там начнут что-то нам чрезмерно грузить, двоих, троих, и я успею выскочить. Я не знаю, как он, не заманивай, придумывай, батюшка меня, ведь как-то нестандартно. Православный священник, в православном храме машину прислали черному боку, его везут, и меня. Поехали, Валдей, ты много Библии читаешь, ты меня уже достал, вот с ними разговаривали. Они этим тоже занимаются. А мне не говорят, мне надо служить и деньги зарабатывать. И были случаи, кошмарные были случаи. Я вот стыдно, говорит, я спалду на паск, батюшки, он мне говорит, утром у меня останется самогонечка, немножко придешь, я отслужу, и мы с тобой это поправимся. Я стою тяжелый, не наиквариваю, малышка, ведь наверно опять согрешила. А вчера вот, давай, покайся, батюшки, подойдешь. Я говорю, так что я, батюшку, давай-давай, вот это хир от него дух святой исходит. Я говорю, так от него перегар такой же, тут меня исходит. Ну куда же я пойду-то и сама... Ну я не знаю, грешники оба. Короче, я батюшку дожидаю, он свою службу справил, и мы пошли с ним. И вот он меня привез. Но он, я скажу, такой жертвенный человек, он приглашал с улицы всяких сирых, больных, вот он во мне возбудил эту ревность, и он один день делал, неделю, просто их угощал. Правда и поил, и угощал, просто шел с улицы, вот его Господь так и буждал. Не знаю, царство ему небесное, как говорят про Александр, не знаю, где он, но в конце он, говорят, очень сокрушался. Он меня звал в Пестово, он приходит, говорит, рукоположение на дьякона, я тебе могу продвинуться, я говорю, не боюсь, уже 90-е гора. И вот в этом баптистском храме я услышал три вещи. Первое. Я ничего не услышал ни о Деве Марии, ни о святых, я слышал о Христе, многое, что мне открылось. Второе. Я услышал гимны, прославления мне очень понравились. Там гимны, ой, я грешник бедный, я говорю, вот такой вот. Он, да, я осознаю, что я грешник, и я что бедный без Бога. Еще несколько гимнов, они так сердце и говорят, я сел, я в таким восторгом посидел. Потом этот огромный ужин, этот на праздник жатвы, и эти баулы его загрузили. Я думаю, надо же, это же время было не такое легкое. Он говорит, да, вот это вот, а если они братья, что ж мы про них плохо говорим? Ты от меня слушала про них что-нибудь плохо? Я говорю, нет. Ну говорят где-то, а я думаю, что это братья. И вот Господь меня выводить стал. Выводить стал так, что свершилось чудо. У меня была бригада, я начал храм восстанавливать, писал в газете. В газете я не штатным корреспондентом был. И начал Пресвятой Богородице храм восстанавливать. Вот он там есть, вот луковицу я делал со своей бригадой. А время было перестройки. И бригада у меня шесть хороших там, ну может пять человек. А тогда была водка по тому. И батюшка говорит, ребята, заходите, я вам водочкой. Ну нет, у меня есть запасники. Заработать, выгодно было. Потому что водка шла про вольную цель. Я с пацанами говорю, как парни, без вопросов, я бригадир. И вот раз мы тоже делаем луковицу, вот это на мною сделано, ну вот с ребятами сделанное. Я их там договора, соглашение там, поставляю материалы. Напиваемся, и уже девяткину. Я к девяткину хожу в паптийскую церковь, в Сихове, и еще в православие. То есть я и так, и так на двух вот таких распутьях стою. С утра побываю в одном, потом пойду, но не понимаю, как делать. Пока вот не случилась вот эта трагедия. Был Володя такой, очень хороший, классный он человек. Я ему и брошюрки эти евангельские давал. И вот раз батюшка нас напаивает, и мы едем на машине. Они меня отвозили, я на едице живу. Отвозят меня, я двое человек, и один за рулем. И вот они меня довезли, я вышел из дома. Они отъезжают буквально две минуты, и в них масса. И одного у Ловки глаз выбило даже, сразу труп. А второй в тюрьму попал, чтобы я не за рулем был. И жена его считает, что я виноват. Потому что у меня бригадир, а я виноват водил. И я этой историей еще на следующий день ко мне сбегаю. Твоё дома сразу тебя высадили, сразу на смерть один, в больнице другой. И сейчас возбуждает голову на дело. Я там в машине не буду, я дома не буду. То есть я как бы и не при делах. И ко мне приходит домой из деревьев, старец уже. Вовушка, я слышал твою историю. Ты понял, что тебе Бог сказал? Что больше в этих храмах, с этих иконах тебе делать нечего. Вот я на поминках у этого сидел. Я говорю, это вот парень, один может из лучших из нас. Но вот слава Богу такой. Вот я думаю, что он попал в Господа. Потому что он больше всех читал Библию, больше всех заинтересовался евангельскими предупреждениями. И думаю, Господь, чтобы его не оставить, вот забрал Бог себе вот такие чудные. А я уже все утвердился, я вот пошел в Ивангельские церкви. И с Божьей помощью вдруг через 25 лет сейчас, я опять стою в православии. Но немножко в Госвидении. Я оделся как положено, и как-то себя представить в этом обличье. Я вижу, как он скептически немножко. У меня ученица, она меня в тимоно привыкла видеть. Вот Костя у меня занимался, Игорь у меня сейчас занимается. Я не знаю, Витя, Витя, ты меня как видел? Всяко видел. Да, ну слава Богу. А сейчас вот Господь благословляет. Да, служение, да. И вы знаете, вот это лишь... Я, значит, еще кое-что слышал еще тоже насчет... Вот, и это лишь небольшая часть, но такая очень емкая, конечно. И вот, ну, в принципе, главные проблемы-то вот как раз и уже были высказаны. Значит, и в эти же самые годы я начинал свое служение тоже в православии как раз. Вот конец 87-го года как раз. Ну, напомню, я туда еще работал в мастерской, заканчивал училище Орловское художественное, но помогал священнику. Но в начале 88-го этот мой духовный отец тогда он предложил мне полностью распрощаться с мастерской, с карьерой художники, и полностью перейти на работу в церковь уже все. И я колебался еще некоторое время, родители были в моей категорически против, они были воинствующие, атеисты вообще. Вот, и знаете ли, они были настроены очень даже так вот, ну, даже, скажем так, агрессивно. Одно слово, отец покаялся очень сильно. Отец перед смертью. Слава, и мой должен перед смерть покаялся. Да, вообще перед смертью, да. Вот коленик приезжал. Ааа, слава Богу. И православные священники. И вы знаете, значит, это... Но тогда и мой отец, и мама, и они были очень против вообще того, что... Даже мама говорила... Они узнали, они знали и раньше, там, от кого-то узнавали, что, значит, сын, там, посещает храм, там, значит, я приходил, ну, как, вроде как художник, вроде как, например, с этюдником прихожу, там, поставлю этюдник, картонки хвоста, самый быстрый раз в храм, значит, там, молюсь, значит, помогаю, читаю. Вот, значит, а потом раз, там, что-то там еще, и тюдик сделаю, и пару тюдиков, и я домой прибегаю. Вот, ну, и мне говорили, и им, видимо, рассказывали. И вот, потом, значит, были разговоры всякие. И вот, в начале 88-го, когда я уже объявил родителей, что так и так вот, говорю, вот, я хочу, ну, оставить мастерскую полностью, и вот, и уже работать уже в храме. Не просто раз или два раза, там, в неделю, а чтобы каждый день уже, и вообще в семинаре хочу документы отвозить. Потому что я после училища художественного, я планировал какого-то института кинематографии туда поступать. В принципе, меня-то принимали уже все, уже, экзамены в Москве. Вот, моя мечта была кино снимать еще, трехометражные фильмы эти. И вы знаете, значит, и вдруг я родители шокируют этим, что я в семинарии, не в кинематографии, а в семинарии. Конечно, они были в ужасе. Мама даже, там, и плакала, и кричала даже, что лучше ты был пьяница или тюремщина, но только неверующий. Мы не переживем, что наш сын попом будет, вообще, значит, там, это позор на всю семью. Вот, значит, и, знаете ли, ну, моя семья была совершенно не религиозная. Вот, по матери татарин, по отцу еврей, но вырос просто атеистом. Потому что я не знал ни еврейской, ни мусульманской традиции, никакой абсолютно. У нас не было никакой традиции в семье вообще. Не было различий. Абсолютно была просто атеистическая семья. Вот, абсолютно тормана от любых традиций, от любых корней. И вы знаете, и вдруг, значит, в храм стал ходить сын. И потом было даже и отречение, родители отрекались в то время, значит, было очень тяжело, конечно. Пережить это было для молодого человека, это был стресс такой для меня очень серьезный. Ну, вы знаете, спустя годы, потом уже мама сказала мне как-то, что спустя лет 9-10, она говорила, что, слава Богу, ты на самом деле не послушался, что пошел по этому пути. Она повторяла молитву покаяния тоже не раз уже, а папа, он прям вот перед смертью, за несколько дней до того, как он ушел в личность, он молился к Богу вот своими словами. Он раньше молился, в принципе, уже не отрицал Бога, и когда, ну, повторял за мной молитву покаяния, но вот именно чтобы сам молиться, вот я впервые услышал его вот именно вот буквально за несколько дней до того, как его не стало. Он сам призывал имя Иисуса, Христа, значит, и вот Иисус, 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 Господь мой. Знаете, с одной стороны, мне было тяжело, врачи говорят, что шансов никаких уже, значит, да, но я понимал, что мы теряем уже отца, да, но с другой стороны, это было, знаете, для меня как утешение таким, что вот он взывает Господа, он взывает Бога, он, ну, молится. И я знаю, что это, ну, на самом деле, это великое утешение. И тем более, даже если наши земные отцы, они уходят в вечность, но, знаете ли, есть Небесный Отец, который не умирает, который вечный, наш Небесный Отец. И больше того, что во Христе все живы. И, знаете, я благодарен Богу, что Владимира Господь вот так вот, да, и познакомился с православием тогда, тоже, я тоже видел нехорошие стороны тогда, конечно, и, к сожалению, видел много такого аморального, там, и пьянства, это, и, знаете ли, я до православия, до воцерковления такого, как бы, и до служения полного в православии, я даже никакого спиртного никогда не пил, значит, а вот там уже, как уже говорят, грех не выпить уже, все. Вот, значит, и там вот эта система такая, которая меня, конечно, если бы я не пережил Бога до того, наверное, я бы имел много поводов просто разочароваться бы и хлопнуть дверь и уйти. Но я не ради религиозной системы пришел туда в церковь, а ради того, чтобы служить Господу, потому что пережил я его еще вот в 13 лет, не помню, в моей жизни было первым такое переживание Бога, я умирал, тогда пневмония была, воспаление легких двусторонних, и врачи не смогли спасти, и потом Бог. Дал возможность, особенно, вот, в момент смерти обратиться к нему, вот, принять прощение, воскрешение, вернуться от того света, вот, значит, и вот с того момента началась моя новая судьба, совершенно новая, абсолютно. И вы знаете, благодаря Богу, что Владимир Господь так вот провел, и через Евангелие, спасибо за этих евангельских служителей, вот, они будут подходить тоже, вот, спасибо за них, Богу. Вот, благоставляем эти церкви, евангельские эти церкви, которые помогли как раз нашему брату вот именно воззреть на Иисуса, чтобы всякая шелуха, она отошла в сторону, чтобы именно воззреть на Спасителя, на Господа нашего. И вы знаете, сегодня, вот, спустя вот эти, там, сколько, 25, сколько лет, Господь снова призвал православному служению, но уже, да, у нас есть изображение, но мы не поклоняемся. И вот идея такая, идея информации на самом деле очень простая. Даже здесь, вот, слава Богу, даже вот есть фотографии некоторые, там, допустим, наверху, там, Мелисинова Ивана Ивановича, это опер-прокурор Священного Синода при Екатерине, это в МГУ, если в Москве кто-то будет, в главном корпусе-то, там, большие портреты бывших директоров МГУ. Значит, и там целая галерея этих директоров, с самого основания Московского университета. И один из первых портретов, прямо сразу, как заходят, это вот, как раз, вот, огромный там портрет этот, Мелисина Ивана Ивановича, значит, и полеглот, знаток языков, древних языков, значит, значит, Тору знал на память, на еврейском языке, значит, греческий знал в совершенстве, значит, и Ломоносов, умирая, значит, в Петербурге, он уходил в вечность уже, и царица, государы, да, вот императринца, да, Екатерина посетила его в последние дни его жизни, имела общение с ним, вот, и она очень высоко ценила, значит, Ломоносова, Михаила Васильевича, да, значит, очень сильно ценила его, уважала и слушалась его советов, он очень мудрый советовал ей. И вот касательно церкви, именно, со слов Ломоносова, Екатерина именно Мелисину поставила образ прокурора Священного Синода. Это руководитель всего православия. Да, как патриарх, как бы исполняющий обязанности патриарха. Или министр, как бы. Министр по резервной демократии. Прыше его не было никого. Ни кого, кроме его родительства. Да. И он очень здравый, мудрый вещество, он сам вырос в евангельском учении, он, знаете ли, для него православие-то, как бы, его государственный, как бы, государственный статус. А вообще, он вырос в евангельском наставлении, евангельском, библейском наставлении. И он попытался евангельское учение принести в христианскую православную церковь, в русскую церковь православную. Вот, ни его вина, что это тогда не произошло. Знаете ли, к сожалению, ни один из епископов его не поддержал. К сожалению. Не нашлось даже одного епископа. Все, сто процентов, выразили протест, возмущение свое. И, к сожалению, через несколько лет этого человека репрессировали, по сути. Его сняли со всех должностей, он умер в безвестности. Совершенный приют. Ну да, был у него там последний, да, такие, как бы, его детище. Но, вы знаете, то, что он сделал, это не было просто выстрелом в воздух, в пустоту, салютом. Это было, на самом деле, словом, которое и сегодня звучит, как призыв, вот именно к реформации. А смысл реформы очень простой. Значит, это вернуться к тому, чтобы не к Богородице, не к святым обращение, а только лишь к Богу. А только лишь один Иисус Христос, и является ходатайом, как написано в Новом Завете же, что ибо един Бог, един посредник между Богом и человеками. Человек Христос Иисус. Все очень просто, все гениально, как просто. А это самое гениальное. Евангелие Господне, Евангелие Христова. Вот, и изображение, извиняюсь, изображение, мы не поклоняемся самим изобразам, даже нося кресты, допустим, на себе, еще там, по ноге. Мы лишь, ну, это знаки нашего служения, но не больше. Вот, потому что никто на нас, а тот, кто в нас, он больше того, кто в этом мире. Да, и давайте помолимся. Помолимся за раба Божьего Владимира, как вот там, в чине, о положении благоголейнейшего дьякона Бога Президентера. Да будет так. Аксиос. Отец наш, Бог и Царь, благословенный. Молитесь, пожалуйста, братья и сестры, сейчас за Владимира. Отец наш, Бог и Царь, благослови Господь раба своего. Отец, я благодарен Тебе, что Ты, Господь, хранил Божьего нашего брата, своего воздругного сына до сегодняшнего дня. До этого дня Святого Духа. Ты сохранил его, Господь Божий. И во все эти годы, Божий, Ты вел его. Я благодарю Тебя, Господь, за его поиск. За то, что Ты нашел его, Господь Божий, тогда, Господь. Еще в том возрасте, молодом Господь Божий. И сегодня, Божий, он уже как зрелый мужчина, состоявшийся, сильный, Господь Божий, мужественный, отважный человек, Господь Божий. Боже, призывай Твою милость на него, Господь Божий. И я знаю, что Ты, Господь, не я, Божий, не человеки, Господь, не люди, но Ты призываешь к служению, Господь. И на Него есть Твое призвание, Твое служение, Господь, на Его судьбу. Во имя Иисуса Христа. И как постам Тобой, как епископ, как Божий, я лишь возглавляю свои руки и прошу о милости на Его жизнь, Господь Божия. И о благословении, о помазании, Господь. Во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Благословляю. Благовеннейшего дякона, воприв свитера. И как священника благословляю, Божий. И провозглашаю это Господь. Аксиос, Аксиос, Аксиос. Достоин, достоин, достоин. Аксиос, Аксиос, Аксиос. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. И пусть Господь благословляет. Отец, благослови Господь Владимира Божия. И пусть в Его служении, Господь, Тебе, исполнится вся Твоя воля. Отец, храни Его, Господь Божия. Оберегай Его, Господь Божия. Его сердце, Господь Божия, оно открыто для Тебя, Господь. И пусть, Господь, Его служение, Боже, здесь, на этой древней земле, Господь, великого Новгорода, оно будет, Боже, успешным, благословенным, Господь. И пусть множество душ, Господь, Боже, обратятся к Тебе, к Богу Живому, и Тебе, посланному Иисусу Христу. Пусть обретут жизнь вечную в Тебе, Господь Божий, через Его уста, через Его служение, Господь Божий, во имя Иисуса Христа. Благослови, Господин Великий Новгород, благослови, Господь Божий, область, благослови, Господь, эту древнюю землю своим пробуждением. И, Отец, я прошу Тебя, как господина жатвы, сегодня Ты высылаешь, Господь Божий, своего ждеца. Ты высылаешь, Господь, своего, как вот в древности этих стрегольников, так призывал Господь Божий. Сегодня на древней земле Ты призываешь, Господь, нового служителя сегодня. Но я прошу Тебя, небо побелели множество жатвы, Господь, и малоделателей. И я прошу Тебя, вышли еще делатели на жатву свою, Господь, Божий. Десятки, сотни разных служителей, Господь Божий, священников, епископов, дьяконов. Здесь, Господь, в Новгородской древней земле, Господь, Божий, подними, Господь, делателей своих, во имя Иисуса Христа. Благослови, Господь, Божий, и благослови, Северо-Запад, Руси, Божий, пусть здесь, Боже, Твое великое пробуждение, Господь Божий, состоится во имя Иисуса Христа. И великая честь служить Тебе, великому Господу, великому Богу нашему, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. И пусть благодать Господня, благодать Божья, Духа Святого, она пребудет на Владимире. И молитесь тоже. И молитесь сейчас всех тоже. И сейчас, и во все дни за Его судьбу. И прошу тоже всех наших братьев, сестер, молиться за Владимира, молиться за слугу Господнего во имя Иисуса Христа. Пусть Бог благословит. Аминь. Благословляю. Царю небесный, утеша Тебе Дух истины, Ты, который везде пребываешь, И все собой наполняешь, Сокровищница благ и жизни податель Притеселись в нас И очисти нас от всякой скверны И спаси благой души наши Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный Помилуй нас, аминь Пусть благодать Господа нашего, Иисуса Христа И любовь Бога Отца И общение Святого Духа пребудет со всеми нами Аминь Господи Бог, я тоже благодарю Тебя за чудные дела Дай мне силы, Господи Я верю, что не самому никак Но я знаю, что Ты, Господь, все можешь Благозави Духа Тебя Наполни этот зал, наполни сердца этих людей Чтобы они, Господи, шли уверенно за Тобой Обедовой мудрости В проповедовании Слова Твоего Святого Веди меня, как Ты считаешь нужно Прости и помилуй за все И пребудь со мной на всех путях Благослови всех присутствующих Благослови Отца Сергия Слава Тебе за все, любящий Бог Отец Индустрия Аминь И мне хочется, отец Сергий Вам от Новгорода От Новгорода Вручить такой небольшой подарочек Значит, это Господь так побудил Я с Ваших, в общем-то, интернетовских программ Очень много узнал о Лукарисе Кириллу Лукарисе Который был, в общем-то, великим для меня реформатором Великим реформатором И вот так Господь расположил сердца Там друзья помогли Игорь помог Значит, Панагею сделали с его изображением И здесь вот изображение Кирилла Лукариса Одного из первых реформаторов Короче, Эль Партон, за мной Проходи, пожалуйста Слава Богу Рад видеть Слава Богу И вот мне хочется вручить Вручить это вот Вот я рассказывал, Элик, про нашу молодость Эдуард Алексеевич сейчас Генеральный директор, по-моему, Бавара Газеты, я... у него очень больших движений Когда мы были в православном храме И вы благословите аконом, да? В православии Да, это аконом Ну, это то, что-то совершенно То, что-то помню И вот я хочу вам вручить И здесь прочитать, что Диплом отличительный Знак Панагея С изображением реформатора Греко-резонтийской церкви В 17 веке Вселенского патриарха Кирилла Лукариса Константинопольского Лесангийского Вручается Журавлеву Сергею Юрьевичу Архиевскому РПЦ И всей Руси За заслуги в деле реформации Православной церкви России И две печати С Божьей помощью Господь дал силы Образовать здесь Церковно-исторический клуб С печатью За своим уставом И та организация Которая сейчас Преобразована Здоровая молодежь Город Новгород Она имеет ННС и статусы Поэтому от города Новгород Вот здесь написано За заслуги в деле реформации Православной церкви России От великого Новгород Вот так Спасибо вам Для меня это честь И буду носить эту ханагию Тоже Знаете Молясь за Господин Великий Новгород Молясь за Древний Великий город За его пробуждение Тем более Знаменательно Что на самом деле Кириллукарис Это очень необычно Кстати Один из наших служителей Епископ Один из наших епископов Богдан Ионеско Это румынская Православная Реформаторская церковь На ней тоже посетит Россию Мы тоже пригласили Его в Украину В Россию Посетить Наши общины Помолиться Благословить Словом Он выходил С традиционно Румынской Православной церкви Был архимандритом На самом монастыря Когда-то В румынской церкви Прошел Очень сложный путь И тоже Своё возрождение Принял Кстати Возрождение Принял он Через Евангельских Румынских Христиан Они не совсем Баптисты Но такого Евангельского Направления И через них Он Будучи архимандритом Настоятелем Он пережил Встречу с живым Христом И он Он просто Раскаялся Моментально Бог освободил От многих Зависимости Неправильных И вот тоже Кирилл Укарис У них там тоже И часовня И всё Насчёт Служения Тоже вспоминают Они Кирилла Укариса И От Вселенского Патриархата Насчёт Нынешнего Греческой церкви Тоже имеем Предложение Посетить Стамбул С целью Как раз Именно Тоже исторического Такого Семинара Посвященного Кириллу Укарису Я думаю Что как раз Эту паналии Я одену Это будет Знаменательное Это будет Прямо Именно В десятку В тему Благодарю Бога За Славу Госпалу Славу Спасибо 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 Ну что Тогда Поможешься Ещё Да 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 Дорогие Друзья Знаете Я был Удивлён И поражён Когда Услышал В интернете Слово Его Высокопреосвященство Владыки Сергия Который Начал Говорить За Еврейский Народ Это Достаточно Сложное Неоднозначное И где-то Может быть Даже немножечко Опасная Тема От которой Проще Ругать Проще Гнать А вот Возносить Молитву Это Очень Сложное Дело На это Должен Быть Дух На это Должна Быть Определённый Настрой И Определённая Смелость Дело В том Что Еврейская История Это Голгофа Высотой В 2000 Лет И евреи Не поднимались На эту Голгофу Они сам Голгоф Унесли На себе И вот Говорить Об этом Нужно Силу Смелость И честность Вот Владыка Сергий Обладает Всем этим Даром И Я просто Хочу выразить Огромную Благодарность За то Что вы Это Делаете Спасибо Спасибо Большое За это Хорошее Слово Вы знаете Однажды Я прочитал Одного Протестантского Христианского Автора Книгу Майкла Брауна Называется Наши руки Запятаны Кровью И там Говорится Христианинам Протестантам О том Как На протяжении Многих Столетий По отношению К Еврейскому Народу Было столько Много Зла Сделано И наши Руки Запятаны Кровью Мне было Стыдно Я представлял Себя Что знаете Как будто На моих руках Кровь Как будто На моей Рясе Кровь И Как раз Ко мне Попала В руки Одна Удивительная Книга Издательства Гешарин Называется Еврейские Хроники 17 столетия Она тоже Перевернула Мою жизнь И заставила Просто По другому Увидеть Историю Которую я Любил Всегда И люблю И увидеть Ее Еврейскими Глазами И это Была Картина Которая Перевернула Мою веру Мое христианство Перевернула Мое убеждение Во многом И знаете Мне было стыдно Что я В свое время Будучи Традиционным Священником Православной Церкви Русской Я повторял Эти Совершенно Глупые Неоправленные Ничем Молитвы Где Евреи Оскорблялись Где Проклинались И особенно На Страстной Неделе И мне было так Прископлено Как мой язык мог шевелиться Говорить эти слова Как я мог В этом участвовать И думаю Как же люди Вот которые Переходят в храм Они Понимаете Переходят с чувством Светлым Каким-то Искренним И надеются Что в храме Ничего плохого Не произойдет Что Там не дадут Вместо хлеба Камень Или вместо рыбы Змею Но мы так Священники и делали И знаете У меня было И мое личное покаяние И мое личное Обращение Я вот как раз Пока вас не было Тоже немного рассказывал Даже Я своей немного Семье Я вырос в атеистической Семье совершенно Вот По матери Ататарин По отцу еврей Но я вырос Совершенно атеистом Абсолютно Потому что мои родители Были оторваны И от еврейской И от мусульманской Традиции Абсолютно То есть они были Совершенно нерелигиозными Людьми абсолютно Я не знал Никакой традиции И единственное Что с религией Было связано Там где я жил Это только лишь Вот храм православный Который Единственное Что напоминало Мне вот о Боге О том Творце С кем я переживал Встречу В юности Еще в раннем возрасте И Сегодня я благодарю Бога Что мы вместе Что мы можем Помолиться И знаете ли Когда-то Во времена Вот одной Ну много было Страшных эпизодов В истории Конечно Вот во время Третьего рейха Когда Очень многие Христианские лидеры К сожалению Они стали Проклинать Евреев Среди католических Священников Германии Нашелся Лишь один Который Имел смелость Поплыть против течения Лишь один Кажется Это Один Это ноль Маяковский писал Да Единица Ноль Не поднимет Простого Петвершкового бревна Тем более Док пятиэтаж Но на самом-то деле Духовно Даже один человек Он даже в поле воин И этот был священник Берн Хартелихтанберг Настоятель Хедвискирфер Там в Берлине Который Отказался Участвовать В этих фашистских Этих вот Мероприятиях Делить свою паству На христиан Рийцев Как бы первого сорта И 52 сорта И стал молиться Загонимых евреев После хрустальной ночи Сразу И Это было Вызовом Всей системе Тогдашнего Отступнического Вот этого Всей системы Отступнической И христианской Отступнической системы И вы знаете Берн Хартелихтанберг Он сражался Без револьвера Казалось бы Без автомата Но он сражался Словом Он сражался Как мог Он сражался Сопротивлялся Этому злу Казалось бы Это Единица Ноль Но Этот человек Смог Несколько лет Противостоять Быть голосом Правды В Германии И вы знаете Его арестовало Гестапо Когда В последний раз Его полгода Ломали В подвалах Гестапо И заставляли Его отречься Но Худшей Самой пыткой Писали потом Некоторые Лидеры Сопротивления Воспоминания Что самой худшей Пыткой Было не то Что гестапо Свои поломали Физически Самой худшей Пыткой Было то Что когда приходили Христианские Служители К нему Допускали Даже кардиналы Допускали Специально На аудиенцию Там И эти лидеры Они говорили Ну что тебе Боже всех надо Даже папа молчит Все молчат А ты что Ты простой священник Ты даже не епископ И ты Осмелился Вот это все И говорить А один из кардиналов Даже схитрил Он попытался Его так вот Поймать И говорит Ну знаешь Я тоже не очень-то Разделяю Все эти нацистские Эти воззрения Я понимаю Это так Но слушай Ну ты хотя бы Сфигай в кармане Хотя бы Ну признайся Что соглашаешься А потом Сам себе В тихомолочку Моли себе За евреев Но не афишируй Я может тоже Молюсь где-то Но я же не афиширую Но вы знаете Он не сломался И в 42 Когда его судили Уже публично В трансляции По радио Это было все По всей Германии Вот До последнего Палачи ожидали Его покаяния Когда Вот И ждали Что он сломается Но он не сломался Его судили В Констагере В Дахау И по дороге Он скончался Не выдержав Уже этих пыток Всех И вы знаете Скажу что Я был в этом музее Когда Берг В Литерберг В Берлине Знаете Вот Его после Уже второй мировой Его объявили Святым Гатолической церкви Да Его объявили При жизни Его посчитали Все Извергом Его От него отреклись Отклестились Вот Посчитали Ваступником Но после смерти Когда все-таки Фашист Приграл То Все быстренько Переиграли Его вдруг Канонизировали Как святого И там Папа приезжал И все это Было торжественно Я видел Этот мемориал Я видел Эти фотографии Фотосчет Весь этот Видео Там все Выставляется Зрелищно Конечно Газеты Тех лет 30-х годов Германии И вы знаете Значит Но По этому музею Я ходил И знаете Что я поймал Себя на мысли Что я не могу Думать об этом Праведнике Я не могу Думать о нем Сейчас Вообще Знаете Я пришел В музей Посвященный Я себя поймал Это не было произвольно Это Не произвольно Подошло Дело в том Что я думал Вот о тысячах Тех вот Других Христианских Служителей Которые Пошли по течению Как дохлая рыба Которые Не стали бороться Которые Вот так просто Поплыли И с волками Жить по волчьи быть Как говорил Еще 90 лет назад Один из православных Обновленцев Митрополит Александр Венинский Говорил так Вся беда у нас в том Что большинство Наших священников Живет по принципу До нас положено И лежи оно Во веки веков Но Признак Живого Человека Это то Что он идет Порой И когда нужно И против течения Он идет Куда ему надо Вот А дохлая Она дечет Только лишь Вот так вот По течению Благодарю Бога За их За вот Пастора За все братья За Кто придет Сюда еще И будут Будут сюда приходить За Отца Владимира Мы все молились Благоставляем Сегодня Духов день И сегодня Будет ваш Праздник Тоже еще Печный Рэбо спасибо Тоже огромное Спасибо Всем Мир Божий Шалом Кстати Я знаю Что этот подарок Тоже Тагас Талит И Семисвежник Таганзав Талит Ходук Хочу сказать Маку Таганку Майсу Я замечал Что некоторые Одевают Талит И это хорошо Но Знаете Это как Как Еврей Православный На нудистском пляже Говорят Либо Что каждый Либо Крестик Снимают Не хватает Одной вещи Ааа Кипа Ааа Спасибо Да Слушайте А мне кстати Креасию Очень даже Хорошо Замечательно Спасибо 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 огромное Да Замечательно Когда-то Когда-то Очень много Да Вот Эдуард Алексеевич Сейчас Уже Серьезным Чиновником В начальной Стадии Мне помог У меня У меня были друзья Сейчас они в Израиле Гейб Гейб Значит Потом Может Спорталопослушность Ебрея Секорки Есть Вряд Что-то Есть Не знаю Но у меня Всегда Очень близкие Друзья Секорки Господь Приняюсь Сейчас Такое Вот Мне очень Было Отрадно Когда Ваши Профоведи Через Интернет Я увидел Неприятие Вот Этих Антисемитов Всех Увидел В Талис Состоящего Пропореда Потом Это значит В Израиле И вот У меня Все сложилось Я понял Что у меня Первая история У вас В общем-то Отражена В том объеме Когда я Когда-то Писал Историю Помнишь Михаил Еще Мы В Хронанско-теологическом Семинаре Потом Вот этот Еврейский Вопрос Он очень Хорошо Правильно Освещен Потому что Это Самые Близкие Нам Люди За них Надо Молиться Их надо Поддерживать На школьном Наше основание Я вспоминаю Анекдоты Если позволите Я скажу Там У тебя Сядь пожалуйста Там камера У тебя затылает Смещение Это самое Значит Харизматические Евангелисты Молодые Горячие Абсолютно Слово Божие Не знают Они стучатся В дверь Одного Еврейского Значит Служителя И вот Достают Эти Масса Всяких Всяких Будем говорить Брошюр Всяких Буклетов И через дверь Такой Юношеский Девичий Голос С некоторой Долей Хитца Дорогие Люди А вы Библию Читали Этот Рэп Возмущенный Открывает Дверь Нет Мы ее Не читали Мы ее Писали Люди Которые Неглубоко Знают Священное Писание Правильно Сказал Эдуард Алексеевич Так Мне удобнее Называть Что Есть Церкви Полного Евангелия Но почему Нету Церкви Полного Писания Потому что Если Войти В состояние До Христианского Переда В состояние Микроклимата То Чем Люди Двигались Надо Себя Погрузить Говорят Чтобы Изучать Английский Язык Надо Деться Как Англичане Взять Ерку Как Англичане Прибросить Манеру И Это Будет Легче Чтобы Понять Весь Ход Событий Истории Человечества Надо Воспринимать И Вот Слава Богу Он Подарил Мне Несколько Тру Я Михаилу Григорьевич Будем Так Просвитерианский Служитель Поскольку Мне Так Кажется Вот Я Подарил Артуру Пятидесятническому Служителю Я Реформаторскому Служителю И Калинникову Ивангельскому Христиан Кстати Где он Будет Еще Да В 8 Минут Это Ивангельский То есть Здесь Вот Так Как Я Предполагался Берется Четыре Служителя Новгородская Получилось Пять Шесть Значит Калинников Это Баптийский Харизматический Саня Даговоз Он Асфальт Не зовут Просвитерианский Реба Синагога И Реформаторский Ну и Бог Благословил Меня Сегодня Я Не рассчитывал Я знал Что Сегодня Будет Момент Моего Рукоположения В Диакон Почему Меня Из Диаконов Рукоположили Просвитеры Ведь Так И Я Епискеп Приво Военная Мне 60 Я 25 Я Извиняюсь Я Тартанин Всю жизнь На самых Нижних Казах И Вдруг Он 27 26 Я Практически Вот так Ничего И тут Господь Благословляет Я Читаю Слово Господь Складывает Обстоятельства Приводятся Друзья Вот Здесь Очень Мне Близкие Люди Витя Травмой Был Моим Соседом Это 20 Лет Назад Он Был Шофером Работал Много Лет Пока Случилась Серьезная Травма Поддерживал У меня Помогал С Игорем Мы 12 Лет С Михаилом Григорьевичем Мы служили Господу Года 2-3 Там Вместе Вот это Дело Начиналось Калиников Я надеюсь Подъедет Сергей Ёлкин Дум Моим Хорошим Знакомым Который Мне Сына Привел 12 Лет Назад Потом Через 3 Дня Его Застрелили Отца И Слава Богу Парень Очень Порядочный Серьезный Занимался Кейбоксиком У меня Сейчас Даст Бог Может Работу Поможем Через Яков Влада Занимается Спортом Думаю Что будет Хороший Тренер Значит И С Эдуардом У нас 1987 года На первой стадии Познакомились Очень Замечательно Я удивлялся Его В общем-то Доброте Вот Несвойственность Скажем Определил На мой Он Он Дарит Все Он Дарит Другим Дарит Он Третьим Помогает Такой Есть Путин Знаешь Что Значит То Я тоже Мне Он Хочет Приехать Как-то Это Боровический Слушай Говорит Что-то Я в какой-то Ситуации Я там Что-то Его Поддержал Ну Сейчас Он Даст Бог Нам Даст Выход В средство Массовой Информации Мы Рубрику Запустим Есть у нас Мерзкая Организация Одна Гнев Называется Это Организация Которая В общем-то Направляет Свою деятельность Против Тех Кто Не Солидарен Не Согласен С традиционным Православием Ну слава Знаете Вот Много Всякого Неправильного И прочего Но скажу Что Сегодня Работа у нас Много Работа Процветильской Мне очень хочется Чтобы Вот даже Кипа Талис Все это Как-то Бог призвал Нас к миру И всякая Вражда Вот эта вот И в том числе Межнациональная Всякая Региозная Вражда Это Какие-то попытки Лукавого Посеять На самом деле Свои плевелы Какие-то В сознании Людей И наша задача Про полку Это делать Вовремя Не дать Этим Маленьким Сорнячкам Прорасти И пустить Длинные корни И потом Большую беду Принести Лучше Разминировать Сейчас Эти мины Чем они Ждать Потом Когда они Унесут Много Жизни Знаете Я вот Думаю Что Каждую Я не знаю В курсе Нет Что Тора Разделена На Недельные Главы И В Иудайсме Каждую Неделю Читается Глава Изучается Вот Та глава Которую Мы читаем На этой Неделе Она Рассказывает О Мане Небесной Ман Как она В трех стихах Рассказывается Как этот Ман Сыпался И как его Собирали В одном Стихе Говорится Что Ман Сыпался Прямо Встан Дальше Рассказывается О том Что люди Выходили За Черты Стана И собирали Этот Ман И Еще Дальше Говорили О том Что приходилось Ходить Далеко И собирать Если Вдуматься То здесь В этом Есть На самом деле Смысл Существуют Разные Уровни Так сказать Духовности Или Разные Уровни Веры Разные Уровни Духовного Сознания У человека И Тот Кто Христиане Называют Святым Духом В Иудович Называется Дух Святости Тот Кто Обладает Духом Святости Тому Господь Дает Там Где Он Есть Кто Должен Потрудиться И Выйти Подальше Но Есть Такие Которые Духа Святости Не Имеют Господь Тоже Дает Они Тоже Получают Этот Думан Но Они Собирают Его Дальше И Задача Пастырей Привести Их Это Наша Задача Почему Люди Такие Почему Они Думают По-другому Почему Они Не знают Правды Почему Они Творят Беззаконие Это Задача Пастырей Это Не Они Такие Это Наверное Мы Что-то Делаем Не То И Достаточно Делаем Чтобы Вести В этот Стан Чтобы Они Получали От Творца Прямо Там Где Они Находятся Поэтому Я думаю Что Здесь Большой Вопрос Который Мы Должны Прежде Всего Задать Сами Себе Очень Хорошие Слова Можно Есть Бедные Слова Носите Бремена Других То есть Нужно Взирать На Себя Самого И Быть Строгим К себе Снисходить К другим И Строже Относиться К себе И Вот Про Питание Скажем Вот Не хочется Ничего Говорить Такого Пессимистического Но Это питание России Традиционным Православием Уведение Их От Истины Оно Привело Тем трагедиям Которые У нас Лучшее Население России Прошел Антисемитизм Потому Что То Традиционное Которое Очень Уводило Мы Занимаемся Улучшением Питания Поэтому Наша Задача Сейчас Нести Чистую Здоровую Питание У У Дарья Хорошая Позиция В плане Что Давайте По субботам Я предлагаю На уровне Архиепестского Отца Сергия Проводить Собрание Еврейские В том виде В каком у них Принято Ничего Не добавляя Просто Пришел Как говорится В чужой Монастырь Будет Нюбезен Соответствовать Его Борянкам Вот Пришли И мы Думаем Я закрою Тренировки Мы будем Собираться И мне Хочется Я очень Хочу Съездить Позирать Но Пока Господь Не дает Таких сил Потому что Земля На которой Господь Совершал Такие Великие Деяния И Там Не побыть Мне Хохочется Очень И вот Дай Бог Проникнуться Той Культурой Той Манерой Поведения Вот Я Немножко Так Соприкасаюсь С этим Как-то Есть У меня Еще От Старых Времен Абитера Есть И я Читаю Она Мне Груб Живей Открывает Священное Писание Книгу Бытия И Она Мне Дает Понимание Почему Так Происходили Потому что Изучая И относясь К любому Предмету Как Говорит Господь Все Что Не Делаешь Не Как Для Человека Как Для Господа Это Значит Надо Серьезнее Отнести К Слушайте А Если В субботу Курс Сделать Иврита Хотя Вводный Был бы Замечательный Я думаю Даже Вы Немножко Знаете Я Изучаю Этену На некоторых Давна Изучаю Вы Вообще Семья То То есть Это Завершить Праведный Суд Не Крать Не Вбивать Не Прелюбодействовать Не Отрезать От живого Животного Чтобы Питаться И Это Достаточно Такие В общем-то И Как Нас Учит Писание Праведник Из любого Народа Спасется Поэтому Если Нужно Кому-то Помочь И Что-то Даже Обсудить В результате Спора Ведь Вот И В Ешилах Традиционных Это Не Штундирование Это В общем-то Спор Диалог Обсуждение Но Чтобы Разногласия Чтобы Определились А Иначе Да То Лучше Знать Зачем Спорить О том В чем Я нехорошо Разбираться Если Человек Знает Лучше Меня Вет Из-за Это Может Не Обоснован В чем Я думаю Что На самом Деле Если Подходить К этому Со Здравым Умом То Общего Намного Больше Конечно Надо Не Смотреть На Мещи Которые Разделяют А Концентрироваться На Том Что Объединяет Как Августин Блажение Главное Единство Во второстепенно Свобода Разнообразие А во Всем Любовь Вот Такого Принципа Содержаться То Любовь Будет Успешно Замечательно И Дай Бог Чтобы Здесь Мечтаю Это Моя Отец Сергей Сказал Что Его Мечтать Чтобы В Новгороде Вот я вам расскажу Маленькую историю О Нехлютовских Чтениях У меня были друзья Которые от меня Отширак Это два кандидата Наук И Инна Львовна Григорьева И Солоник И Павчат Николаевич Когда узнали Что я не отношусь К другой православии Я отношусь К реформаторской православии Сразу У них замкнуло Они ушли Но они в свое время Возрождали Испугались Но они возрождали Семинарию Восемнадцатого века Которая написана На трудах Кальки Цветки